Как сообщил 29 июля адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов, на фото справа от Винника, его защита намерена добиться отмены решений о выдаче программистов США или Францию, учитывая изменения греческого законодательства. Напомним, что Винник был задержан на греческом курорте 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 миллиарда долларов до 9 миллиардов долларов через ныне несуществующую криптобиржу ВТСЕ. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. 11 июля 2019 года Совет местного суда в Салониках принял решение продлить содержание россиянина под стражей еще на 6 месяцев, до 25 января 2020 года. Адвокат Винника Мусатов считает, что, поскольку в Греции произошли изменения в судебной системе, у Винника появилось право на пересмотр всех ранее вынесенных судебных решений. По мнению Мусатова, дело Винника носит абсолютно политический характер. Он обратил внимание на то, каким образом по просьбе министра юстиции Греции было продлено пребывание Винника под стражей. Для этого был специально собран судебный совет, а у них по законодательству вообще невозможно обжаловать такое решение, отметил Мусатов. Адвокат, тем не менее, заверил, что защита все равно подаст апелляцию. К сторону защиты Винника обнадеживает тот факт, что 1 июля в Греции вступили в силу новые уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, назначены новые министры юстиции, новые прокуроры, новые руководители судейских органов. По словам Мусатова, это чистое правовое поле. У нас появились основания по вновь открывшимся обстоятельствам и фактам пересмотреть все решения о его выдаче в Америку и во Францию, что мы собираемся сделать. Минюз с Грецией этот вопрос не решает, их решает суд, причем по каждой жалобе разный. У нас было более 20 дел, и каждая рассматривалась в разных судах. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok